Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить модели автомобиля ВАЗ-2121 Нива в масштабе 1 к 43. Данный автомобиль выпускался с 1980 по 1991 год на заводе Тантал, а позже на заводе Радон, а после 1991 года и вплоть до окончания производства в 2012 году на заводе Агат, Инкотекс и Массар. Реальный автомобиль Нива ВАЗ-2121 это советский внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Данный автомобиль начал серийно производиться на Волжском автомобильном заводе с 1977 года. Его модификации производятся по настоящее время. Всего за всю 40-летнюю историю на базе Нивы было выпущено около 30 версий пикапов, броневиков, плавучек болотоходов, минивэнов, спецмашин для полиции, медицинской службы, спасателей и других интересных вариантов. Данный автомобиль и до сегодняшнего дня является одним из самых недорогих и проходимых отечественных внедорожников, который до сих пор востребован на автомобильном рынке. Нива ВАЗ-2121 по праву считается одной из самых детализированных и проработанных среди всех моделей от завода Тантал. Этот автомобиль имеет полностью рабочую подвеску, включая пружины и рычаги, а также задний мост и кардан отдельными деталями. Также на днище была имитация крюка фаркопа, за который можно было зацепить прицеп Skif. Этот прицеп продавался в комплекте не со всеми моделями ВАЗ-2121. Открывающимися частями у ВАЗ-2121 являются двери, багажник и капот, под которым спрятано запасное колесо. Внутри салона откидываются передние сидения. Боковые зеркала на передних дверях и дворники на лобовом стекле идут отдельными деталями. У модели стекла передних дверей сделаны приоткрытыми, а карта дверей идет отдельной пластиковой деталью. Также на этой машине присутствуют брызговики отдельными деталями. ВАЗ-2121 имел свою уникальную коробку окошком вниз и две пластиковые вставки для фиксации модели внутри. Модели был присвоен каталожный номер А20, который наносился на хромированное днище. Надпись Made in USSA наносилась с самого начала производства на днище и без этой надписи в советское время не производилась. Самые ранние модели начала 80-х годов имели некоторые детали, которые позже встретить уже было невозможно впоследствии. К этим деталям относится рулевой вал с шестерней, при повороте которого внутри салона крутился руль одновременно с поворотом колес. В салоне на ранних моделях было зеркало заднего вида, которое затем и брали и некоторое время в пластике на потолке было под него отверстие. Также первые модели были укомплектованы передними брызговиками, которые позже исчезли и вместо них остались только прорези. Задние брызговики были с пятью полосками. Под капотом также есть имитация такой детали как трамблер. В ранний период также возможна установка запаски с пластиковым диском с круглыми отверстиями. Также по некоторым данным самые первые модели были укомплектованы кроме этого такими же пластиковыми колесами. Шрифт надписей на дне модели отличается от более поздних вариантов. Все эти особенности были характерны моделям до 1922 года выпуска. После 1922 года и вплоть до 1925 года модель почти не подвергается каким-то значительным изменениям. На днище изменяется шрифт надписи и немного меняется задняя часть, а также форма коробки передач. На границе 1925-1986 года происходит больше изменений с моделью. На передних дверях меняется форма боковых зеркал. На корпусе пропадают прорези для передних брызговиков, а задние брызговики становятся с четырьмя полосками. Под капотом пропадает трамплер. В 1926 году пропадает на передней решетке хромированная эмблема, а на днище исчезает номер А20. Но само днище все еще остается хромированным. Позже, в 1928 году днище становится черным пластиковым. Также перестают хромировать бампера и делают их из черной пластмассы. В начале 90-х годов с ВАЗ-2121 происходят еще более существенные изменения. Все пластиковые детали становятся не хромированными и могут быть сделаны из серой пластмассы. Задняя дверь и капот делаются глухими и больше не открываются. Общее исполнение литья и покраски модели становится значительно хуже. На днище пропадает надпись Made in USSA и вместо нее появляется сделано в России. Коробок на эту модель было два варианта. Для модели без прицепа коробка была зеленого цвета, а с прицепом желтого цвета. Ставки в коробку для фиксации модели могли быть по цвету белыми, серыми, синими и черными. Точную дату производства модели ВАЗ-2121 Нива в моей коллекции мне определить непросто. Но судя по перечисленным особенностям, можно предположить, что выпущена она в период после 1922 года, но до 1926 года. На это указывают прежде всего наличие номера на днище, более ранняя форма зеркал, наличие трамплера, наличие прорезы для передних брызговиков и пять полосок на задних брызговиках. Цена на эту модель высокая и спрос на нее не снижается, наверное, с самого начала ее производства в советские времена. Модели советского периода в хорошем состоянии стартуют от 50 долларов, а наличие прицепа скиф может еще к стоимости добавить 10-20 долларов. Цена за редкие ранние модели доходит до нескольких тысяч долларов. Всем спасибо за просмотр этого видео обзора. Надеюсь было интересно и познавательно. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и оставлять свои комментарии. Эта модель имеет еще очень много других отличий и было бы неплохо, если вы поделитесь своими наблюдениями и знаниями в комментариях под видео. Всем мирного неба над головой и до новых встреч на моем канале.